Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Вопросы гостю можно задавать на нашем сайте через форму анонсов. www.ehokirova.ru Пожалуйста, туда. Если вопросы в процессе эфира возникнут, мы обязательно их увидим и зададим. Но сейчас к нашим вопросам. Я там не скрою. Мы с Сергеем Павлиновичем вчера в некотором смысле обсуждали. Немножко так предварительная тема, на которой будем беседовать. Но всё меняется. И поэтому начнём мы, пожалуй, с темы, которая сегодня вышла в медиапространство. Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком повятки», член общественной палаты Кировской области, между прочим, разместил в Фейсбуке на своей странице ссылку на публикацию портала «Свой Кировский». Авиационный техникум в Кирове облицуют синей плиткой. Я напомню нашим слушателям о том, что техникум в числе 11 других образовательных социальных учреждений в этом году будут ремонтировать за счёт средств резервного фонда президента. За счёт этих же средств отремонтируют лесопромышленный колледж. Что вызывает вопросы? Вопросы вызывает проект, который... Фото можно увидеть на портале «Свой Кировский». Реально, вот это здание, оно выглядит совершенно инородно на фоне тех домов, которые его окружают. Авиационный техникум, Октябрьский проспект, в общем, не очень далеко от ДК 1 мая. Там советская застройка 50-х годов в такой достаточно спокойной, тёплой гамме. Жёлтые, охренные такие оттенки, розовые, может быть, белые. И вот, значит, появляется такой синий монстр. Синий-серый, я бы сказал, облицованный туалетной плиткой, как пишет Антон Касанов. Он считает, что это совершенно недопустимое отношение к, в том числе, архитектурному наследию советского периода. Вы что думаете? Я полностью согласен с Антоном. То, что сегодня это архитектура наследия советского периода, и, в принципе, надо к нему относиться очень осторожно и бережно. И в то же время тот орнамент и та архитектура, которая присутствует в этом районе, она должна быть, так сказать, входить в тот орнамент, который был ещё до... Что, вернее, есть сегодня, на сегодняшний день. А не менять его и не убирать те вещи, которые в какое-то время были в определённой степени очень значимы и очень интересны для жителей Кировской области. А с учётом того, что не поддерживали своевременно, естественно, это всё ветшает. Вот, чтобы это не ветшало, действительно, надо, с моей точки зрения, провести определённые ремонтные работы, но с учётом того архитектурного наследия, которое, в общем-то, сегодня представлено, это учебное заведение. Ну, может быть, само по себе учебное заведение не является архитектурным наследием. Там есть мозаика, да, на одном из крыльев, которую тоже хотелось бы сохранить, потому что, как пишет Антон Касанов, она достаточно уникальная. Вот, Антон, я анонсирую сразу, придёт к нам в пятницу, и мы по этой теме будем ещё беседовать. Вот, пока, судя по всему, мозаику собираются либо сбить, либо, ну, что-то с ней сделать, то есть как-то уничтожить. Перенести её, как я понимаю, невозможно. Вот, но вопрос-то даже не в этом. Вопрос в том, что вот это отреставрированное плиткой здание, оно будет совершенно не вписываться в окружающий ландшафт. Вы знаете, как народе говорят, как бельмо на глазу будет, так сказать, выглядеть на нашем главном Октябрьском проспекте, по сути дела, нашего города Кирова. Поэтому я полностью согласен с Антоном и с вами, Анна, согласен то, что этого нельзя делать. И надо, я не оговорился, что это советское наследие. Почему? Потому что вы сейчас расшифровали, и я не хочу возвращаться, в общем-то, к тем словам, которые вы сказали. Я полностью с вами согласен. — Вам как кажется, вообще вот такие вещи, когда касается речи центральных улиц, когда речь касается каких-то объектов, может быть, кому-то там дорогих, как память, должно быть какое-то обсуждение с общественностью? — Безусловно. Безусловно должно быть такое обсуждение. В первую очередь архитектура, та, которая сегодня присутствует в нашем городе, и те отделы, и, в принципе, так сказать, архитектурные города Кирова, они в первую очередь должны обсуждать эти вопросы. И всегда помнить, что, как говорится, если где-то какой-то дом, который имеет определенный, так сказать, орнамент, то этот орнамент должен сохраняться. Там должна быть реставрация, ремонтно-рестационные работы. Если этого нет, то они легко, как говорится, все это убирают и делают совершенно в другом стиле. А это сегодня противоречит здравому смыслу, противоречит тому периоду, когда было то или иное здание, в общем-то, построено. И это для архитектуры города, для его, в общем-то, исторической части города очень наносит, я бы так сказал, огромный вред. Поэтому и с общественностью надо эти вопросы обсуждать, в первую очередь. Вот, с депутатами. Не просто там рощерком пера решили и сделали. Нет. Когда идет ремонтная работа, то надо всегда согласовывать эти вопросы, в общем-то, касающиеся исторических моментов, исторических, так сказать, дат и так далее. Вы знаете, не все любят представителей власти согласовывать и обсуждать. Вот не все любят. Говорят, что будет разброд и шатание. Это будет то же самое, что с переименованием или там возвращением исторических названий. Я думаю, что мы поставили и думаю, и говорю в прямом эфире, кто меня слышит, что данному вопросу поставлена точка еще была в 90-е годы. И к нему возвращаться это абсурдно, во-первых. Во-вторых, это сегодня порождает определенные домыслы и определенные, как говорится, разделения людей и так далее. То есть оно не консолидирует общество сегодня, не дает определенные возможности, так сказать, для спокойной жизни на территории нашего любимого города и вообще в целом Кировской области. Тут додумалась одна, так сказать, дама, выразилась как политик и сказала, что надо Кировскую область переименовать в Яцкий край. А ей что, делать нечего? Нет, ну подождите, подождите. Я так понимаю, что вы про Елену Ковалеву говорите? Да, про Елену Ковалеву. Да, про главу города Кирова Елену Васильевну Ковалеву. Нет, ну, насколько я помню, все-таки история была другая. Она не предлагала переименовать это официально. Она предложила вот называть Яцким краем и таким образом как раз противоречие сгладить. Я не думаю, что она хотела их обострить. Ну, называть Яцким краем, как говорится, сегодня есть такая наука как топонимия. И, по сути дела, область называется у нас Кировской областью. А если мы в народе, сейчас уже, по сути дела, это началось с Никиты Юрьевича Белых. Нет, раньше началось. Ну, чуть пораньше, да. Да, раньше началось. Когда начали называть это самое. Да, Владимир Нилович первый назвал, я сейчас вспомнил, Кировскую область Яцким краем. Владимир Нилович Сергеенков, да? Да, Сергеенков. Один из предыдущих губернаторов. Мы тогда, вот лично, я его критиковал за эти вещи. И не только я, но и общественность, так сказать, была возмущена. Но он этот термин применял очень грамотно и очень профессионально в том плане, что это не давало повода для определенной, так сказать, обиды, дискуссии и так далее. Ну, тогда в 93-м году все-таки вот был проведен референдум. Времени прошло еще немного. Ну, в общем, я так думаю, что не возвращались к вопросу. Ладно, я думаю, что вот мы с вами тоже поставим на этом вопросе точку. Безусловно. Чтобы не обижать тех, кто там имеет одно мнение или другое. Я не знаю, как нам лучше сделать. Наверное, звукорежиссер на него подскажет. У нас должна быть небольшая пауза через минуту. Наверное, сейчас ее сделаем, да, и вернемся чуть пораньше. Особое мнение на 101FM. Возвращаемся в эфир после небольшого перерыва. Напоминаю у нас в особом мнении первый секретарь Кировского обкома КПРФ и руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области Сергей Мамаев. Продолжаем обсуждать и областные, и городские темы. Но раз уж мы про город заговорили, там и про бережные отношения, давайте все-таки немножко ваша оценка того, что происходит в нашем городе зимой. Как работают коммунальные службы. Вы знаете, по моим ощущениям улицы стали чистить лучше. Но есть претензии со стороны жителей, в том числе по очистке дворов, по подсыпке тротуаров. Ну, как традиционно у нас каждую зиму. Вам как кажется. Вы меня извините, что я, так сказать, громко заулыбался. Дело в том, что все это не так. Я езжу сегодня по дорогам и по улицам города Кирова. Не все. Это центральные улицы, да, более-менее расчищены. А если вы, так сказать, на юг или на север города выйдете, там улицы... Сергей Павлович, давайте улицу назовем. У нас тут представители дирекции дорожного хозяйства были в эфире. Вы не поверите. Вот к вечеру слушатели звонили, говорили, там плохо, там плохо. К вечеру все почистили. Давайте назовем. Пусть кому-нибудь повезет. Давайте. Давайте. По каким улицам на севере, на юге? Ну, по улицам... Сейчас я на память не вспомню. Эти улицы, которые находятся в сторону аэропорта. Там, как говорится, и где-то там Менделеева улица, к примеру, и другие там улицы, ниже, которые, так сказать, расположены, они сегодня практически плохо убираются, я бы так сказал. А то, что касается тротуаров и, в общем-то, пешеходных переходов, то они, естественно, не убираются. Что они в прошлом году не убирали, что и в этом году практически. А ситуация еще хуже. Еще только зима-то, она, по сути дела, входит в свои, я бы так сказал, права. А коммунальных служб не могут, так сказать, справиться с той ситуацией, которая сегодня есть. То, что касается дворовых территорий, то дворовые территории в большинстве своем, они не чистятся. Ну, давайте возьмем улицу Погачева, зайдьте. Там ни разу не было, так сказать, трактора. Я боюсь. На дворовых территориях улицы Погачева, к примеру. Это мы маленькие вот эти небольшие дома имеем в виду? Конечно, конечно. Там никогда не было, на протяжении этого года, так сказать, на протяжении начала зимы, не было снегоуборочной техники. Просто ее не было, никто не убирал. Понимаете? А то, что касается сегодня инспекции губернатора... Да, вот это я хотела спросить. Мне кажется, что это полезная вещь, когда глава города, губернатор, куча заместителей ходят с инспекцией в какой-то двор, потом управляющие компании говорят, какие вы нехорошие, как плохо вы работаете. И управляющая компания наводит порядок. Ну, понимаете, это работа на публику, с моей точки зрения. Если ты хороший управленец, и ты ответственный руководитель, ты должен что сделать? Четыре часа утра встать, чтобы машина у тебя подъехала, и проехать по дворам, по улицам, где, так сказать, плохая ситуация, где хорошая, оцени. А уже в шесть-семь часов ты должен знать всю ситуацию в городе. Сергей Павлинович, невозможно же весь город объехать за два часа? Сегодня хозяйственные вопросы, так сказать, извините, я не буду сравнивать. Не, подождите, Сергей Павлинович, хозяйственными вопросами хорошо. Да, да, да. А то, что Шульгин пришел, и сейчас вроде бы у него желание есть навести определенный порядок, как говорится, и сравнивает наш город Киров с Казанью, мне это очень импонирует. В том плане, что если, так сказать, вот эти намерения будут исполняться в нашем городе Кирове не на словах, а на деле. А то, что касается сегодня слов и риторики того же губернатора, так ты спроси, у тебя есть все возможности. Сегодня у тебя полнота власти такая, какая не было у первого секретаря обкома и у председателя обл. исполкома вместе взятых. Что же вы это самое, не можете эти вопросы спросить. Вы же ставили сегодня главу администрации города. Вы согласовывали с депутатским корпусом от Единой России. Подождите, глава администрации, вы сами сказали, старается, старается, давайте время дадим хотя бы. Глава администрации старается, да. Я уже об этом сказал, Анечка, что он старается. Но старание его должно выглядеть грамотным, управленчески четким, жестким по отношению, так сказать, тем людям, которые сегодня находятся в управлении. Все, я поняла, Сергей Павлович, больше контроль. Больше контроля и за территориями, и за людьми. А ведь у него в кабинете, знаете, я бы повесил лозунг, учет и контроль прежде всего. Вот сейчас про контроль поговорим. У нас есть небольшое количество времени до рекламного перерыва. Речь идет о компании, управляющей Ленинского района. Официально опубликована информация о том, что якобы менеджеры, управляющие компанией Ленинского района, выписали себе так называемые золотые парашюты. Я напомню, что как раз была очередная инспекция, был рейд, и Илья Шульгин, руководство Ленинской управляющей компании, сказал, что вот, ребят, вы плохо работаете, может, вам уволиться. Они уволились. А потом вдруг на сайте администрации появляется информация, что не просто так уволились, а выписали себе достаточно большие премии. Там речь идет о сумме, как я понимаю, в общей сложности около двух миллионов рублей. И напомню, что компания, управляющая, она в не очень хорошем финансовом положении находится. То есть, видите, вот, пресекает. Не знаю, получится ли пресечь. Вот завтра Шульгин у нас будет в студии. Расскажет. Ну, я думаю, что если поставить цель такую, то, естественно, получится. Но почему? Потому что они, как говорится, они федеральный закон, с моей точки зрения, не нарушили. Не нарушили там, скорее всего, все было по закону. Это сказать, когда подписывали документы и договорные обязательства с управляющей компанией, не Шульгин подписывал, я больше чем уверен. А тот, кто подписывал, на эти моменты не обратил внимания. Это, во-первых. Во-вторых, это управляющая компания, там было возбуждено уголовное дело, фамилия Муникулин. Тогда сумма обозначалась 700 миллионов рублей. А где уголовное дело, где сегодня посадки, где наказание этих руководителей, горе которых еще назначал, вернее, рекомендовал. А назначал-то там глава администрации был Перескоков, рекомендовал господин Быков. И снова управляющая компания Ленинского района, так сказать, в кавычках на высоте по этим негативным действиям, которые, в общем-то, сегодня есть. Лучше бы они занялись сегодня уборкой города, занялись бы, так сказать, крышами. На протяжении последних двух лет, вы помните, каждую зиму испытываем, так сказать, вернее, ну да. Не, ну смотрите, крыши в этом году, я вам скажу свои наблюдения. Снежные лавины, с крыш, правильно? Пока чистят. Нет, ну я и сейчас не говорю, что они пока чистят. Вижу, что справляются. То есть сколько человек ушло в мир иной. С учетом вот этой бездарности, так сказать, и безалаберности чиновников. Но ведь никто не понес никакой ответственности. Никто ведь сегодня, так сказать, не наказан. Нет, там были наказанные люди, но это были исполнители. Ну наказаны были, с моей точки зрения, слабо. Но были наказаны те люди, которые вторые роли исполняют. А не глава города, не глава администрации города. Ну понятно. В общем, такое мнение совпадает, наверное, ваше с мнением многих горожан, да, кто считает, что у высокого ранга чиновники тоже должны нести ответственность, а не только те, кто непосредственно не выполнил, да, свою работу и не очистил крыши от снега. Сергей Мамаев, первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании у нас в эфире. Я напоминаю, еще одна есть важная тема. Я прошу уже прощения, да, у Ильи Шульгина, вот, которого мы упоминаем постоянно. Тема была вчера у нас в эфире. Приходил Виталий Брам, приходил депутат городской думы Денис Ерохин. Говорилось вот о чем. На имя Ильи Шульгина активисты, в том числе депутаты и законодательного собрания, и городской думы, насколько я понимаю, общественная палата, написали письмо с просьбой пересмотреть решение о выделении участка недалеко от Парка Победы. Ну, то есть кто-то считает, что это часть Парка Победы, да. Мы все помним эту историю, когда там 4, по-моему, гектара были проданы за 300 с небольшим тысяч рублей. Переданы предпринимателю, который там строил некий спортивный объект. Пытался, да. Пытался строить, да, футбольное поле. Вот, сейчас, я так понимаю, он может делать все, что угодно с этим участком, но пока вроде как ничего не сделали. По-моему, Шульгин сегодня, надо быть точным, он опередил, так сказать, во мнении вот этих товарищей, которых вы назвали, так сказать, свое решение. То есть, посмотрите в интернет, я поблагодарил Илью Шульгина за то решение, если оно будет, так сказать, выполнено, и за ту идею, которую, в общем-то, он унес, именно на эту территорию сегодня изъять и забрать ее, так сказать, в город и... А как ее можно изъять? Там же все по закону было, Сергей Павленович, как ее можно изъять? Ну, там есть возможности сегодня, так сказать, у администрации города это сделать. Есть. Я не буду, нам не хватит эфира с вами подробно разговаривать по данному направлению. И он такое заявление сделал, и, допустим, я лично и партия, так сказать, поддержала данное мнение, а то, что сегодня общественники высказывают, то я полностью, так сказать, с ними согласен, и дай-то им Бог собрать подписи и так далее. Пусть собирает, это не лишнее будет для решения этого вопроса, который сегодня очень давно в подвешенном состоянии находится, так сказать, в городе Кирове. Ну, вот смотрите, там, когда обсуждалась эта тема, она неоднократно тоже поднималась у нас в эфире, говорилось о том, что этот участок, который передан частной организации, он не является парком и фактически представляет собой пустырь. Мы уже сталкивались с такими вещами, да, когда на месте какого-то сквера или парка собираются начать строительство, местные жители выходят против, значит, с транспарантами, ну, вот как был, например, территория, да, профсоюзной Карломарса. Который сейчас там тоже это самое. Борец Пионеров, да. Вот, выходит с транспарантами, после этого, значит, отменяется решение о строительстве на этом участке, вот, и участок продолжает оставаться заброшенным. То есть вот в сквере профсоюзной Карла Маркса поставили хотя бы памятник вот этот, да, там, по-моему, молодому человеку, да, труженику тыла памятник поставили. Вот, там хоть что-то есть, хоть какое-то благоустройство. Вот все эти люди, которые выходили. Ну, вот смотрите, был пустырь, хорошо, его обратно отдадут городу, у города денег нет, что с ним делать? Ну, что с ним сделать? Ну, у нас не хватает сегодня, например, школ. Это та территория, которая была бы совмещена с Парком Победы. И было бы неплохо, когда, так сказать, и воспитательный процесс шел на патриотическом направлении, и в то же время было бы здорово, когда вот такое здание, допустим, на этом пустыре появилось. То есть социальное назначение. Или же больничку построить хорошую, которых у нас не хватает. Даже те, которые есть, они сегодня перегружены, с моей точки зрения. Вот, поэтому... Сергей Павлинович, ну и упирается-то все в деньги. На строительство школам нужны деньги. На все нужны деньги. На строительство, как говорится, многоквартирного... А на строительство многоквартирного дома деньги не нужны. Почему не нужны? Их дольщики внесут. Ну, дольщики внесут. Дольщики, это тоже сейчас, так сказать, отдельная тема, по которой, наверное, с вами сегодня тоже надолго затянет этот разговор. Поэтому, ну, я считаю, что вот перспектива этого участка, ну, давайте парк сделаем, тоже нужны деньги. А что же мы не можем найти деньги в городе? Если мы находим сегодня деньги на Новый год и на одну только площадь, порядка 15 миллионов рублей. А что же мы не можем эти 15, такие же 15 миллионов рублей туда потратить на парк, и парк будет идеальный? На саженцы. Правильно? На саженцы. Да, ну и на саженцы, не только на саженцы, на дорожки, на, так сказать, на места отдыха и так далее. Вот, на те же фонтаны. Все это ведь считается, и все, так сказать, на перспективу должно планироваться. А этого у нас нет. У нас случайные люди и временщики приходят, смотрят, как, так сказать, наполнить свой карман, а что оставить от себя. Вот давайте, подождите, про карман, давайте вот все-таки не будем бросаться с такими обвинениями. Ну, это мое мнение. Мнение, да. И я, так сказать, да. Это мое личное мнение. Особое мнение Сергея Мамаева. Сделаем сейчас небольшой перерыв на двухминутную рекламу и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM. Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Кировской области и первый секретарь Кировского обкома КПРФ у нас в эфире. Продолжаем. Это программа «Особое мнение». Ну, вот остановились, собственно говоря, там, да, на парке Победы. Вы считаете, что если получится вернуть некогда проданный участок, там, в четыре с небольшим гектара, на этом участке нужно либо разбить парк, либо построить социальные учреждения, школу, либо больницу. Все верно? Безусловно. Хорошо. Ну, я не знаю, вот дольщиков мы упоминали. Боюсь, что к теме дольщиков мы не прямо сейчас обратимся. Наверное, все-таки сделаем это чуть попозже. Еще хотела узнать ваше мнение, вот по какому поводу. Вы, безусловно, видели новости о ситуации в Перми, которая произошла позавчера. Да, ужасно. Да, нападение подростков. По-разному трактуется. То есть кто-то говорит, что они просто подрались, кто-то говорит, что была изначально там цель, да, как-то напасть на ребят, учеников начальной школы. Вот, но в связи с инцидентом, понятно, да, по всей России ужесточает пропускной режим в школах. При этом, я, насколько знаю, на кировском уровне все специалисты говорят, что вот эти все рамки, турникеты, которые есть и прочее, они не решат проблемы. Безусловно. Проблема в другом, как вам кажется? Проблема в воспитании, проблема в социальном положении сегодня жителей того или иного региона, того или иного города или района. Поэтому это не решит той проблемой, которая сегодня есть. Плюс средства массовой информации, с моей точки зрения. Вы посмотрите, какие идут. Вы думаете, подогревают просто? Да, очень сильно подогревает. Вот все эти негативные явления сегодня показывают в новостных передачах. Зачем это делать? Это сегодня ведь не только устрашает, как бы, да, устрашает того взрослого человека, который, в общем-то, уже созрел и имеет определенный жизненный опыт. А вот подрастающее поколение, оно же тоже смотрит и видит. Особенно, смотрите, сериалы идут, там кровь и насилие. Там свободно, как отрезает, так сказать, головы и режет людей, и стреляет, и убивает. Слушай, какое счастье, что я не смотрю телевизор. Но почему нельзя смотреть? Надо информационную политику сегодня менять. В первую очередь на региональном уровне, вернее, в первую очередь на российском уровне и региональном. Чего ж мы в регионе ничего не показываем положительного, позитивного, а мы показываем трагически, так сказать. Вот вы солидарны с Игорем Васильевым сейчас. Он тоже говорит, новости, больше надо новостей хороших про регион. Ну и критические моменты надо, это самое, но не такие вот жизненные, которые мы с вами уже обсуждали, те же дворы, к примеру. Чего ж это самое, это четвертая власть. И закон о СМИ дает сегодня право любому журналисту, так сказать, освещать ту или иную проблему. А власть должна смотреть и следить, так сказать, за публикациями. И брать и к себе, и ложить его, так сказать, в управленческие действия. Принести на стол, сказать подчиненным, так, ну-ка разберитесь. Да, безусловно, не только это самое на стол, а расписать и подписать для исполнения и разобраться. Если это будет, значит будет порядок, будет, так сказать, дисциплина. Это первое. Второе. Сегодня воспитательный характер, который согласно федерального закона предписан нашим общеобразовательным школам, он из рук вон никакой. Почему? Потому что сегодня трудовое воспитание, например, из школьной программы, оно выхолощено, его нет, оно запрещено, по сути дела. Это я вам как один из примеров привел. Давайте обратим внимание сегодня на образовательные учреждения, так называемое, в общем, дополнительное образование. Они же просто брошены, они выживают. Если ребенок ходит в какую-то спортивную секцию или спортивную школу, например, моего родного советского района, где взял глава, так сказать, и решил, что надо поставить директора, весь коллектив уволился. А люди работали за копейки, люди искали, ходили, так сказать, по кругу с шапкой, чтобы ребенка отправить на соревнования. И сегодня вторая по, как говорится, по качеству подготовки и по работе школа была в области. Это мы про какую школу говорим? Это спортивная школа города Советска. Города Советска. Поэтому надо сегодня увеличить финансирование, ведь мы им говорим. Кому им? Этим депутатам от Единой России, этому правительству, исполнительной власти, этим варягам, которые сегодня, это моя точка зрения, которые сегодня приехали, как говорится, пытаются руководить Кировской области. Пытаются. Но они как-то хоть прислушиваются к вам, нет? Если бы они прислушивались, значит, те тенденции, которые, в общем-то, сегодня происходят, их бы значительно было ниже. Далее. Почему же нет взаимодействия сегодня исполнительной власти с теми структурами правоохранительной, которые расположены на территории нашей родной Кировской области? Они должны проводить сегодня профилактические меры. Я думаю, они проводят, Сергей Павлович. Нет, они проводят. Я не могу сказать, что они не проводят вообще. Но слабо это делают. Далее. Если сегодня у нас, по сути дела, как говорится, профилактические меры проходят в школьных, учебных, вернее, ну да, в школах, то почему со взрослым-то населением не проводятся никакие профилактические меры? А наоборот, когда нужно... А как вы себе это представляете? А как это себе представляю? Вот осужденный пришел, его ставят на учет, к примеру, я так говорю, а он не может трудоустроиться. А чтобы им сделать этот самый план, выполнить по раскрываемости, элементарные вещи, я сейчас привожу, не называя фамилией. Человек, так сказать, пришел, освободился из тюрьмы, он детдомовский. Далее была у него комнатка. Он это самое начал работать, ходить там, так сказать, помогать другим людям и так далее. Со своим сотоварищем встретился, тот попросил у него плеер. Плеер взял, а этот пришел, он не отдает ему плеер. Он взял у него совершенно другую вещь. И сейчас его посадили на два года. За что? Вы разберитесь, вы проведите профилактические меры. В смысле, этого же человека посадили? Этого же человека посадили. Поэтому, а когда люди воруют миллионами, их не садят, а возбуждают уголовные дела и спускают на тормозах. Минуточку, я вам доскажу. Ну вот есть у нас громкий сегодня пример по уголовному делу. Да, надо отдать сегодня должное генералу ФСБ Сергею, как говорится, Геннадию Мочилову. Сегодня, как говорится, возбуждено уголовное дело по нашему ГАИ, по господину Плотнику и так далее. Да? Да. А почему же сегодня, как говорится, вот таких-то дел у нас маловато. Но вот таких бы побольше нам генералов суда, честных и справедливых, тогда бы был порядок. И была бы в определенной степени сегодня и профилактическая работа на должном уровне. Не только среди подрастающего поколения, но и среди, так сказать, взрослого населения. Тут проблема-то даже не в том, что с точки зрения закона эти ребята в Перми и те, кто, не дай бог, что-то попытаются повторить, не понимают, что его нарушают. Я думаю, они это понимают прекрасно. Проблема в том, что не работают с ними школьные психологи. Вот в чем дело. Да при чем тут психологи? Ну как при чем? Вы вспомните советское время, себя вспомните, когда вы учились. В советское время Сергей Павлинович был председателем совета дружины, был председателем совета отряда, была пионерская организация, и классные руководители занимались воспитанием. Классные руководители всегда проводили, так сказать, подведение итогов ежедневно. И спрашивали за нарушение того или иного ученика. А сейчас воспитательная функция снята со школы. Любой классный руководитель спросить того или иного ученика, ученик пошел и нажаловался, так сказать, своим родителям, а родители не все, так сказать, бывают такие, так, ну, воспитаны правильно. Они приходят, возбуждают уголовное дело, пишут заявление и возбуждаются уголовное дело на этого учителя. Это до какого мы маразма дошли? Если сегодня взаимодействие, так сказать, между родителями и преподавателями в таком плане строится, как мы можем сегодня воспитать нормального ребенка, если учитель ограничен, так сказать, в воспитательных правах, ну, я уже вам говорил еще один раз, я его это назову, этот момент, трудовое воспитание. С чего начинается воспитание любого ребенка с труда, если его не приучить к труду, он будет лодырь и будет вот такой бандит, как сегодня, так сказать, в ферме. Эти ребята, которые пришли и начали резать детишек, которые учатся в четвертом классе. И в то же время подняли, даже нет элементарной этики и уважения к учителю. Учитель — это высокое слово. Во любой стране, особенно я всегда привяжу в этом направлении Японию, учитель — это святой этап. Там кланяются все перед ним, так сказать, естественно. А мы забыли, что у нас четыре профессии от Бога. Это учить, лечить, судить. Так, и еще что? Не знаю, Сергей Павлинович. Три профессии. Три профессии, хорошо. Вот, поэтому эта тема очень, она назрела, и в то же время, смотрите, какое патриотическое воспитание. Если у нас 12 учебников Сороса гуляло по истории, гуляло по нашим школам, и на выбор, видите ли, это тот или иной учебник. Подождите, вот ладно. Давайте Сороса трогать не будем. Великая Отечественная война, минуточку, я сейчас договорю и закончу свою мысль. Раздел Великое Отечество, она, три параграфа. И кто выиграл войну? Выиграл войну Соединенные Штаты Америки, Великую Отечественную. Так что же наше подрастающее поколение, как будет любить Родину? Зайдите в любой класс и спросите, кто такой Жуков и кто такой Сталин. Все перепутали и все в одну. Никто не ответит и никто это самое-то сказать не знает. Все ответят, мне кажется. Вы зайдите. Я заходил и говорю. Ладно, я обязательно попробую. У нас не очень много времени остается. Я все-таки, да, я полностью с вами согласна, что авторитет учителя надо поднимать. Да, я понимаю, такая пламенная была речь. Вот, Сергей Павлович, мало остается времени. Хотела все-таки спросить по поводу выборов президента. Грядущих, так скажем. Не очень много времени остается. От КПРФ, значит, на пост президента претендует Павел Гурдинин. Ну, много о нем говорится, в том числе в нашем эфире, да, его знают как талантливого бизнесмена, фактически, да, как человека, который построил в своем отдельно взятом ЗАО, там, да, поселке, такую небольшую копию Советского Союза, да. Как говорят, там и дом для детей. Да, я там был несколько, так сказать, несколько раз. Красиво. Был у него в гостях. Вопрос мой вот, чего касается. Тут, так или иначе, разные кандидаты на президентский пост и себе заявляют, появилась информация о доверенных лицах Владимира Путина в Кировской области и прочее, прочее, прочее. Как Кировское отделение КПРФ будет знакомить избирателей с кандидатурой претендента на пост президента, учитывая, что все-таки, ну, значительная часть, как мне кажется, ваших избирателей, это люди старшего возраста. Не у всех из них есть доступ к компьютеру, к интернету. Я понимаю. У нас значительная часть среднего возраста. Хорошо. Старший возраст голосует за единую Россию. Серьезно? Безусловно. А я была уверена, что по старой памяти за вас. Нет, вы не правы. Хорошо, я ошибалась. Ладно, ну вот все равно есть избиратели, которые имеют доступ к интернету, могут познакомиться и с программой Павла Грудинина, и со всеми остальными вещами. Есть люди, которые этого не смогут сделать. Как отделение наше будет работать? А мы уже работаем. Посмотрите, зайдите на наш сайт, и, как говорится, программа Грудинина «20 шагов». Это на сайте. Президенты Грудинина. Нет, подождите, я сейчас все скажу. У нас буквально на следующей неделе выйдет два материала, вернее, три материала. Информационный бюллетень, выйдет газета «Голос народа» и брошюра «Черная книга Единой России», где будет также прописана программа нашей партии. А у Грудинина программа, по сути дела, это наша партийная программа и того широкого спектра народно-патриотических сил, которые сегодня поддерживают нашего кандидата. И эти вопросы. Также у нас 70 тысяч газеты «Правда» буквально на этой неделе будет уже, так сказать, в районах. Буквально на следующей неделе после поленума, естественно, у нас стартует, в общем-то, наша бригада агитационная, которая поедет по районам и будет, в общем-то, встречаться с населением нашего кандидата, представлять жителям Кировской области. И в то же время сейчас очень много идет, у нас организован штамп, организована, так сказать, общественная приемная Павла Николаевича на Орловской, 52, где в режиме почти круглосуточного идет, так сказать, прием граждан и раздача той литературы, которая у нас в наличии имеется. Поэтому мы активно начали и продолжим еще, так сказать, активнее работу именно по президентской кампании, но с ученым того, что население сегодня не верит уже выборам, сложности возникают в определенной степени немалые. Об этом тоже хотел у вас спросить. Поэтому сейчас мы получили определенную информацию с областного избирательной комиссии, где у нас на 2018 год на 15 тысяч избирателей стало меньше, на 15 тысяч, это на целый район практически. А задача Кремлем, например, поставлена, чтобы не менее 70% пришло на избирательные участки. И как думает власть, мне сегодня неизвестно. Привезти людей, так сказать, и поднять их на избирательные участки. Если праздниками, если, так сказать, различными крепкими спиртными напитками, то тоже это не получится. Сергей Павлинович предложит референдум на тему вернуть название ветка или не вернуть. А уже, Анечка, ушло время. Уже поздно, да? Уже поздно. Если единственное, что они могут сделать, то это самое, неформально это провести с учетом какой-то общественной организации, что вот, ну там, переименование города или там Кировскую область, так сказать, Вятский край или еще какую-то, так сказать, пустышку выкинут. Но уже сегодня, как говорят у нас в народе в Кировской области, насивой кобыли наших граждан не объедешь. Понятно. Сергей Мамай, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области, был у нас в эфире. Я, Сергея Павлиновича, благодарю и прощаюсь со слушателями. До свидания. Вам спасибо огромное. Всего самого доброго. Особое мнение на 101FM